всем привет друзья с вами светлана и вот у нас появился долгожданный диспоузер диспоузер у нас называется mixus gd 370 не знаю насколько он мощный не мощный но мы были в магазине сантехники в курске вообще диспоузеры особо не пользуются каким-то спросом о них люди тупо не знают так вот что такое диспоузер это простыми словами измельчитель бытовых отходов что делать диспоузеру диспоузера вместо сифона идут металлические ножи механические точнее вот ножи которые под воздействием пневмокнопки которые установлены здесь начинают вращаться с определенной частотой и скоростью и перемалывать ваши бытовые отходы какие бытовые отходы до любые шкурки там не супер острые какие-то плотные бытовые отходы например там я даже не знаю как яблоки косточки от яблок в общем вот вот что то такое там арбузные корки пожалуйста без проблем все то что мы обычно если не считать там каких-то крупных костей выкидывали в мусорку раньше для чем придумали диспоузер для того чтобы более гигиенично и создать атмосферу на кухне потому что все эти соответственно бытовые отходы имеют свойство разлагаться невкусно пахнуть скажем так открыто вонять более того все мы знаем извечную проблему когда она здесь стоит какая-то или решетка или ситечка она забивается постоянно морковкой рисом каким-нибудь все шкурками от лука то всем чем угодно вот все что вы сливаете или при мытье посуды попадает в раковину автоматически с тарелок мелким мелкий этот бытовой мусор скапливается этой ситечки скажу вам так себе удовольствие вытаскивать выкидывать потом это мыть это вообще не гигиенично и сегодня я вам расскажу сколько стоил наш диспоузер принцип его работы и сколько стоит его установить и какие тонкости вообще нужно учитывать когда вы покупаете или будете думать на тему покупки этого прибора под названием диспоузер марок много борт различные exynos и вот миксус такой китайский бренд но общем ценовая категория от там 5000 и вообще запредельная потому что я видела диспоузеры и за 90 тысяч то есть тут как бы уже фантазия не ограничивается непосредственно наш диспоузер миксус стоит в районе 10 тысяч его можно там с азона заказать с яндекс маркета ну в общем вот как то так мы в магазине вообще у нас было дисконтная скидка мы его за 6 взяли хотя он у них там стоял за 8 ну то есть в общем разная розничная или оптовая цена на этот диспоузер смотрите выискиваете выгодные или нибудь предложение и может быть если после этого обзора вам захочется пробуйте покупать и установка данного прибора по-разному кто-то просит три тысячи кто-то две с половиной в магазинах а-ля каких-нибудь dns и видео вообще могут 4000 запросить за установку потому что как вы понимаете мало кто о них слышал если слышали не особо кто-то разбирается как устанавливать по установке я вам особо не расскажу потому что это делал мастер я не наблюдала за ним ну иначе бы я уже сама давно выставила такие приборы сами понимаете каждый должен заниматься своим делом что я могу вам сказать в чем была сложность ну во-первых вот этот вот излив должен быть обязательно вот таким гладким чтобы в нем еда не застревала и соответственно тут уже дальше обычно идет сифон здесь у нас подключение к переливу мойки обязательно проверяйте чтобы заглушки не стояли потому что если будет стоять заглушка соответственно у вас не пойдет вода с мойки в диспоузер и затем в канализацию то есть вся вода все все проходит через вот эту часть диспоузера то есть от смойки перелива сюда заливается и бытовые отходы сверху тоже сюда потом сюда попадают уже идут непосредственно в канализацию тут у нас параллельно еще фильтр для воды стоит я о нем отдельно обязательно расскажу потому что это тоже очень важная и нужная вещь какие еще бы были нюансы с этим диспоузером размещение пневмокнопки мы и сделали здесь потому что ее можно было выпиливать как в мойки да например тут дырку делать как здесь столешницы как здесь то есть вообще в любом месте самое важное имейте ввиду что для диспоузера обязательно нужна розетка так что продумайте это заранее мы продумывали у нас здесь в одном узле расположен духовой шкаф я за розжиг газовой плиты ну и соответственно вытяжки там со своей розеткой вот вот эту третью мы здесь именно придумывали для специально диспоузера потому что знали что он у нас уже изначально будет так что планируйте розетку какие еще нюансы да в принципе наверное особо никаких единственное что шланг для перелива так как радиус здесь один диаметр точнее там другой подойдет например от стиральной машинки вот нам покупал шланг сантехник ну вот вот как бы придумывается буквально на ходу ну что поделать ведь еще не все у нас курске его особо часто устанавливали да и вообще не мало кто слышал но в целом что я нашла уже человека который решился это сделать это уже большой плюс правда это очень сложно но они конечно есть но но сложно их найти потому что все таки это еще не настолько популярна и теперь долгожданная часть по поводу внешнего вот устройства что она здесь есть во первых у вас не будет уже обычного сифона или как-то правильно сказать нет излива наверное да здесь у вас раньше стояла сеточка да и сразу гофрированная трубка шла туда в канализацию сейчас здесь уже этого нет здесь есть вот такая открытая дырка да если это вас смущает вы можете все же купить по привычке какой-нибудь ситечка подходящая по диаметру и также им пользоваться чтобы например туда не попало случайно кольцо потому что достать вы его оттуда наверное не сможете самое главное чтобы этот момент не работал диспоузер иначе все он сломается и кольцо вы больше никогда не видеть то есть очень аккуратно нужно быть с какими-то вещами которые попадают не предназначены для измельчителя поэтому да тут как бы нужно аккуратно кстати скорлупу лично он тоже перемалывает так что можете прям скорлупу из-под яиц то что докидать все перемелется и отправиться в канализацию здесь вот такая вот резиновая скажем так или силиконовая вот такая вот лунка в которую попадает отходы ты их проталкиваешь чем-то сверху вообще есть такая штука в более дорогих моделях типа вот которая проталкивает чтобы не руками тянутся вот мы мы что-то наверное придумать нашим одолево не было продал клеваете туда проталкиваете включаете пневмо кнопку и она перемалывает важный нюанс то что обязательно в этот момент работают но пока без отхода мы включили воду включаем кнопку одного раза достаточно и все начинает работать мы проталкиваем проталкиваем туда затем когда мы все перемололи опять внимание последовательно мы выключаем кнопку и даем воде еще ну хотя бы там 10-15 секунд поработать чтобы проточной водой все это смылось туда дальше канализации ну и затем выключаем воду все водичка ушла только так то есть обязательно при работе проточная вода сначала выключаем диспоузер даем еще проточной воде минут на секунд 10-15 поработать включенной потом выключаем и собственно все ну а теперь давайте на практике то что мы там теория до теории а то скажете что это то вам показываю только что-то там гудящее шипящие какие-то ножи это надо в виде действия давайте смотреть так у нас есть небольшие шкурки картофельные мы включаем вот тут я боюсь правда руками но надо как-то проталкиваем чтобы он попал в сомби нужно что-то будет придумать чтобы он прокачивает и у него ничего не решит я думаю в принципе понятно вы скажете ну что такое шкурки шкурки тоже совсем маленькие такие вот прям шкурочки надо проверить всю мощь не используя давайте на более крупных кусках картошки включаем воду отправляем их сюда на этом видео про диспоузер закончено пишите комментарии как вам такая штуковина в следующем ролике обязательно в ближайшее время ждите про фильтр для воды тройной очистки с арагоном от гейзер био всем пока пока пока